добрый день уважаемые коллеги меня зовут андрей браилка я региональный менеджер по гербицидам компании сингента и сегодня в первой части нашего курса посвященного основам гербицидной защиты сои мы поговорим о особенностях развития сои в аграфитоцинозах о характеристиках основных сорняков посевах сои и о классификации действующих веществ гербицидов компании сингента которые применяются для защиты сои существует довольно большое количество факторов биотических и абиотических которые могут снижать продуктивность культуры выделю три основных первый высокий фон сорняков в посевах потери могут достигать 50 иногда 100 процентов второй низкий фон азотного питания и третий неудовлетворительная подготовка почвы то есть отсутствие менеджмента сорных растений в посевах культуры основной фактор недобора урожая что в том числе можно объяснить слабой конкурентной способностью сои на начальных этапах вегетации если сравнивать способность конкурировать с сорняками у сои и других культур то соя окажется в конце списка вместе с фасолью и кукурузой особенно это заметно на начальных этапах роста и развития соевых растений любой стресс в том числе высокий фон сорняков отрицательно влияет на процессы происходящие внутри растения что приводит к нарушению гормонального баланса изменению физико-биологических процессов разрушение деления клеток растений отмиранию целых органов например абортации цветов бобов и так далее если растения сои в интервале фаз всходы три тройчатых листа испытывают к жесткую конкуренцию со стороны сорняков то в антогенезе растений происходит необратимые изменения которые невозможно компенсировать на более поздних этапах роста и развития что в итоге приводит к потерям урожайности и качества на данном слайде представлен график который показывает влияние сроков внесения гербицидов на продуктивность сои самая высокая урожайность была на варианте где гербициды применялись до всходов культуры и позже в процессе вегетации если соя вегетирует вместе с сорняками какое-то время то потери увеличиваются в зависимости от продолжительности этого периода так на варианте 3 где гербицидную защиту начали с фазы 3 тройчатых листа недобор урожая составлял среднем 17 процентов подтверждение на следующем слайде мы можем увидеть как высокий фон сорняков влияет на габитус растений а именно на высоту и количество ветвей у культуры на варианте без гербицидов растения вытянуты с тонкими стеблями а среднее количество ветвей на одном растении 2 с половиной у растений справа с участка где применяли баковую смесь до всходовых гербицидов dual gold и гизагард отмечается более компактная форма и большее количество ветвей на растении как у любой другой культуры у сои есть гербокритический период это временной отрезок период вегетации культурного растения в течение которого она проявляет максимальную чувствительность к воздействию сорных растений такой период у сои приходится на интервал фаз 3 трой первый третий тройчатый лист здесь представлен график где наглядно показано что основные потери урожайности сои при совместном произрастании с сорняками происходит как раз на начальных этапах вегетации культуры и мы видим что если соя будет в свободном от сорняков состоянии до фазы 3 тройчатого листа этого будет достаточно для реализации потенциала продуктивности поскольку начиная с фазы четырех тройчатых листьев сои культура начинает хорошо конкурировать за факторы жизни сорными растениями даже при появлении сорняков посева их влияние на урожайность будет минимальным следующем разделе я поделюсь информацией о биологических особенностях и вредоносности основных сорняков в посевах сои посева культуры распространены яровые ранние и поздние двудольные и злаковые сорняки а также многолетние корнеотпрысковые и корневищные сорняки начнем серовых однолетних и первый представитель это горчица полевая ранний сорняк семена которого не имеют периода покоя прорастают из почвы с минимальной глубины при температуре 2-3 градуса цельсия всходы выдерживают заморозки до минус 4 градусов следующий сорняк марь белая также рановсходящий сорняк минимальная температура прорастания которого 3-4 градуса цельсия биологической особенностью данного сорняка является наличие мощного кутикулярного воскового слоя который уменьшает затраты сорняка на транспирацию и затрудняет качественное нанесение гербицидов особенно в засушливых условиях всходы также способна выдерживать кратковременные заморозки обладает высокой семенной продуктивностью до 700 тысяч семян с одного растения следующий сорняк горец почечуйный также рано всходящий сорняк семена которого начинают прорастать при температуре от 4 градусов цельсия и при высокой плотности популяции могут образовывать на полях сплошные заросли далее камелина обыкновенная это представитель флоры дальнего востока размножается семенами и корневыми отпрысками семена созревают неравномерно период появления всходов растянут и всходы появляются начиная с момента вегетации культуры вплоть до самого конца предпочитает богатой органикой почвы щелица запрокинутая растение космополит произрастает во всех зонах соесения всходит рано при прогревании почвы до 6 7 градусов цельсия обладает высокой семенной продуктивностью до 1 миллиона семян с растения всхожесть семян в почве сохраняется в течение 40 лет следующий представитель флоры это калифа южная наиболее распространена на дальнем востоке всходы появляются при температуре 6 8 градусов поскольку семена созревают довольно поздно часть из них при уборке культуры может попадать в зерновую массу следующий сорняк амброзия полынолисная распространен преимущественно в приморье и на юге россии семена начинают сходить при температуре от 6 градусов цельсия семенная продуктивность довольно высокая до 90 тысяч семян с одного растения часто проблемный для контроля в посевах сои сорняк схемы надежного контроля амброзии будут предложены чуть позже следующий сорняк на котором бы хотел остановиться пикульник обыкновенный широко представлен центральном черноземье довольно проблемный вид почему потому что плохо контролирует гербицидами и если не начинать бороться с ним на на ранних этапах развития то может представлять серьезную проблему далее канатник теофраста сорняк дальнего востока и юга россии сходить начинает при температуре 6 8 градусов цельсия листья сорняка имеют мощное опушение что серьезно затрудняет качественное нанесение гербицидов крупносемянный сорняк и эффективность до всходовых гербицидов в контроле данного вида низкая следующий представитель флоры послен черный теплолюбивый сорняк с высокой семенной продуктивностью свыше 200 тысяч семян с одного растения хорошо контролируется только на самых ранних этапах роста и развития и ограниченным набором гербицидов мои коллеги поделятся эффективными решения для контроля данного сорняка в дальнейших выступлениях следующий сорняк дурничник обыкновенный теплолюбивый мощный крупносемянный сорняк который не контролируется до всходовыми гербицидами далее хотел бы обратить внимание на засоритель широко представленный в посевах сои а именно падалицу подсолнечника данный засоритель начинают сходить довольно рано и может формировать две-три выраженные генерации или как говорят проще волны в течение одного сезона растения падалицы подсолнечника мощные быстро растущие являются серьезными конкурентами для сои за факторы жизни наибольшую трудность для контроля вызывает падалица подсолнечника устойчивого к сульфанил мочевином и имидазоленоном данные виды падалицы не контролируются зарегистрированными на сои до всходовыми гербицидами о новых схемах контроля далее расскажут мои коллеги переходим к злаковым сорнякам проса куриная широко распространен повсеместно всходы появляются рано минимальная температура прорастания 4 градуса цельсия семенная продуктивность одного растения довольно высокая около 6000 семян с одного растения следующий представитель яровых злаковых сорняков щетинник зеленый более теплолюбивый вид семена которого начинают прорастать при температуре от 6 градусов цельсия свежесозревшие семена сорняка имеют низкую схожесть семенная продуктивность одного растения около 30 тысяч семян далее остановлюсь на корневичных многолетних сорняках и первый из них пырей ползучий максимальная плодовитость плодовитость до 20 тысяч зерновок с одного растения жизнеспособность семян в почве свыше пяти лет минимальная температура прорастания семян 24 градуса цельсия общая длина корневищ на одном гектаре легких почв может достигать нескольких сот километров а сухая масса двух трех тонн далее тростник обыкновенный преимущественно размножается вегетативно 70 80 процентов новых побегов формируется из побегов на глубине до 20 сантиметров может формировать побеги с глубины до 80 сантиметров на площади один квадратный метр на глубине 20 40 сантиметров общая длина корневищ может достигать 30 метров семьюстами восьмьюстами почками на них далее хвощ споровый сорняк размножается спорами и вегетативно за счет образования побегов из корневищ корневища имеют придаточные корни с клубеньками с большим запасом питательных веществ расположенные на значительной глубине имеют значительную жизнеспособность и могут формировать новые растения из отрезка до одного сантиметра далее остановлюсь на корне отпрысковых сорняках и первый представитель данной группы венок полевой венок полевой размножается семенами и вегетативно максимальная плодовитость одного растения до десяти тысяч семян максимальная глубина с которой появляются побеги вегетативного размножения из почек расположенных на корневища около 40 сантиметров минимальная температура прорастания семян 8 10 градусов цельсия трудно искоренимый сорняк бодяг полевой размножается семенами и вегетативно максимальная плодовитость одного растения до 30 тысяч семян глубина прорастания не более 8 сантиметров вегетативно размножается с помощью отрезков корня длиной от одного сантиметра глубина с которой могут прорастать побеги из спящих почек достигает нескольких метров имеют мощную корневую систему с большим запасом пластических веществ трудно искоренимый сорняк следующий сорняк латук татарский максимальная плодовитость до 5000 семян но размножается преимущественно вегетативно за счет многочисленных придаточных почвах которые расположены на корнях например за два года пять растений сорняков могут занять площадь порядка 80 квадратных метров сформировав при этом более двух с половиной тысяч розеток с общей длиной корней в пахотном слое около двух с половиной километров с более чем десятью тысячами почек на них далее несколько слов о камнестержневых сорняках и в первую очередь о видах полыни которая представляет серьезную проблему на полях с минимальной системой обработки почвы особенно на алтае и в амурской области одним из представителей данной группы сорняков является полынь сиверса двухлетний сорняк который размножается в основном семенами и частями корня новые растения могут формироваться из фрагментов корней размером всего два сантиметра семена могут оставаться жизнеспособными в течение 3-4 лет розетка и корневище формируются в конце первого вегетационного периода и завершить свой рассказ о сорняках хочу по великой это растение паразит которая представляет огромную проблему в первую очередь для приморского края но встречается и на других территориях особенностью данного растения является то что прикрепление к проростку сои происходит под землей на этапе прорастания семян культуры исходя из этого эффективно контролировать по велику можно только при помощи до всходовых гербицидов например кламазоном или пендименталином дальше представлена информация о возможных потерях урожайности сои при различной плотности некоторых сорняков в посевах культуры и мы видим что наиболее вредоносными являются дурнишник посолен черный марь белая щерица запрокинутая амброзия полынолистная переходим к разделу где будет представлена информация об основных действующих веществах гербицидов компании сингенты для защиты сои начнем с 15 группы это ингибиторы жирных кислот и здесь я расскажу о подгруппе альфа хлороцитамидов которая включает s-металла хлор диметинамид p пропизохлор данные гербициды ингибируют синтез жирных кислот с очень длинной цепью в пластидах органеллах с двойной мембраной внутри клеток тем самым нарушают их деление в продуктовой линейке сингента зарегистрированы два гербицида содержащие s-металла хлор это dual gold и гарда gold s-металла хлор передвигается по ксилеме прорастающие злаки более восприимчивы когда гербицид поглощается побегом вблизи калиоптильного узла некоторое количество гербицида может поглощаться корнями широколиственные двудольные сорняки поглощают хлороцитамиды через побеги и корни симптомы повреждений включают задержку роста побега что приводит к формированию недоразвитых растений которые часто не появляются из почвы широколистные сорняки могут иметь сморщенные листья или укороченную среднюю жилку или листья в форме сердца на следующем слайде представлены фотографии с симптомами действия альфа хлороцитамидов на злаковые растения деактивируются хлороцитамиды под действием почвенной биоты поэтому наблюдаются более длительная персистентность или их активность в анаэробных и более прохладных условиях период полураспада то есть металлохлора в среднем 30-50 дней он больше по сравнению с периодом полураспада диметинамид п период полураспада которого составляет около 20 дней длительность периода полураспада служит косвенным показателем длительности защитного периода гербицида чем он короче тем короче соответственно защитный период препарата следующая группа действующих веществ это ингибиторы фотосинтеза фотосистеме 2 группа 5 здесь я подробнее остановлюсь на подгруппе триозинов а именно тербутилозине который входит в состав гербицида гарда gold и прометрине действующем веществе гербицида гезогард тербутилозин и прометрин блокируют перенос электронов и передачу световой энергии в чувствительных растениях передвигаются по ксилеме соответственно транслокация происходит только вверх при до всходовом применении быстро поглощаются корнями и проростками также могут поступать в растения фолиарно симптомы посредействия тербутилозина проявляются более отчетливо в виде хлороза возникающего в результате ингибирования синтеза хлорофила клеточные мембраны повреждаются и это приводит к пожелтению краев и кончиков листьев между жилками у широколиственных растений и дальнейшему некрозу тканей более чувствительные двудольные сорняки менее злаки на слайде представлены симптомы действия тербутилозина на сорное растение две фотографии сверху сверху и на сою фотография снизу симптомы схожи деактивация триазинона происходит в почве под действием микроорганизмов но при низких значениях ph гидролиз является основной причиной их разрушения на легких почвах при обильных осадков возможны повреждения культурных растений тербутилозином что нужно обязательно учитывать при его применении следующая группа гербицидов это айлс ингибиторы вторая группа которая является самой многочисленной среди гербицида здесь я подробнее остановлюсь на имидазоленонах поскольку гербицид из портфеля сингента вид блок плюс содержит в своем составе и мазитопир который относится данной подгруппе имидазоленоны как и другие ацетолоктат синтеза ингибиторы нарушают синтез аминокислот лизина валина и изолейцина имидазоленоны передвигаются по флоэме поглощаются листьями и частично корнями при условии растворения в почвенной влаге чувствительные злаковые и двудольные сорняки отстают в росте приобретают промежуточное пожелтение хлороз или антоциановую окраску отмечается задержка роста корней для развития симптомов требуется 1 2 недели склонны к развитию резистентности на слайде мы можем видеть типичные симптомы действия имазитопира на растения бодяка полевого четко выражено хлоротичное пожелтение растений а также заметны первые признаки некрозов растительной ткани деградация имидазоленонов в почве происходит в основном благодаря активности почвенной биоты в анаэробных условиях деградация замедлена данные гербициды прочно связываются с органическим веществом почвы самый короткий период полураспада у имазомокса до 40 дней самый продолжительный у имазопира до 140 дней имазитопир занимает промежуточное положение со значением данного показателя на уровне 100 дней следующая группа гербицидов это группа 6 ингибиторы фотосинтеза в системе 2 здесь я подробнее остановлюсь на бентозоне из-под группы нитрилов который входит в состав гербицида и вентус бентозон блокирует перенос электронов и передачу световой энергии является контактным действующим веществом вызывает разрушение клеточных мембран и гибель растительной ткани симптомы усиливаются при ярком солнечном освещении и повышенных температурах воздуха не ниже 15 градусов цельсия злаковые сорные растения как правило к данной группе гербицидов устойчивы здесь мы видим симптомы действия бентозона на сорняки и культуру деактивируется бентозон в почве благодаря действию почвенной биоты период полураспада довольно короткий порядка 20 дней далее перейдем группе 13 ингибиторы синтеза каротиноидов и здесь нас интересует кламазон который является вторым компонентом гербицида и вентус кламазон блокирует выработку каротиноидов путем ингибирования ферментов системное действующее вещество передвигается по ксилеме предназначен для контроля злаковых и широколиственных сорняков поглощается корнями и проростками также может поглощаться листьями симптомы действия гербицида проявляются в побелении побегов кламазон обладает значительной летучестью вносить его необходимо в безветренную погоду во избежание повреждений культур на соседних полях применяется в качестве до всходного гербицида на ряде культур а также в качестве послевсходного на сои здесь представлены симптомы действия кламазона на злаковые и двудольные растения они довольно типичны и их трудно спутать с действием других гербицидов кламазон разлагается в почве в первую очередь благодаря активности почвенной биоты жизнедеятельность которой зависит от температуры и влажности почвы а также ph почвы на нейтральных почвах процесс происходит быстрее частично деактивация идет благодаря фаталитической деградации период полураспадок ламазона от 5 до 60 дней далее рассмотрим 14 группу группу гербицидов ингибиторов протопорфириногеноксидазы ppo ингибиторов здесь основное внимание будет уделено подгруппе дифениловые эфиры и конкретно фомисофену действующему веществу гербицида флекс фомисофен контактное действующее вещество но при этом обладает незначительной флэмной активностью то есть может передвигаться по растению а также может поглощаться и корнями после нанесения на сорняки их листья желтеют затем коричневеют и в конечном итоге отмирают отмечается частичное контактное действие на злаковые сорняки поверхностно активные вещества на основе растительных масел могут увеличивать повреждения культурных растений на данном слайде представлена типичная симптоматика действия фомисофена на щерицу запрокинутую и сою на этом слайде мы можем увидеть действие фомисофена на злаки фото справа видно что злаки на начальных этапах роста и развития гербицид флекс контролирует на достаточно высоком уровне данная информация помогает понять почему флекс практически безвреден для культуры все дело в скорости метаболизма фомисофена в соевом растении период полураспада восемь часов то есть через сутки после обработки соев флексом он практически полностью инактивируется напротив в чувствительных растениях например в дурничники период полураспада довольно длительный и составляет более семи дней что объясняет высокий токсический эффект флекс для данного сорняка на данном фото мы можем сравнить уровень фитотоксичности флекс и другого представителя из класса ppo ингибиторов а именно ацефлуорфена хорошо видно что спустя 10 дней после обработки на варианте с ацефлуорфеном соя продолжает находиться в стрессе фотография справа процесс образования новых листьев еще не начался на варианте с флекс контактные ожоги после применения гербицида также видны но культура уже восстановилась после гербицидово гербицидного стресса и продолжает вегетацию значение урожайности также подтверждают безопасность флекс для культуры дефиниловые эфиры и фомисофен в частности деактивируются благодаря фото и микробиологической деградации фомисофен быстрее разлагается в анаэробных условиях период полураспада в почве у фомисофена 100 дней у ацефлуорфена до 60 дней далее представлена общая информация о вероятности угнетения роста и развития сои я обращаю внимание именно роста и развития сои после применения различных гербицидов в таблице представлена информация о безопасности до всходовых гербицидов для культуры самыми безопасными здесь являются прометрин с металлахлор диметинамид p а также кламазон далее представлена информация риски снижения ростовых процессов культуры после применения послевсходовых гербицидов и здесь наиболее безопасны бентозон кламазон и фомисофен и в завершении данного раздела приведу информацию о гербицидах для контроля злаковых сорняков а именно гербицидах из группы 1 эта группа ингибиторов синтеза липидов более подробно остановимся на характеристике орелоксифеноксипропионатов а именно на флуазифоб п-бутили который входит в состав гербицида фюзелат форте флазифоб п-бутил как и другие орелоксифеноксипропионаты передвигается по флоэме быстро всасывается главным образом через листья из почвы поглощаться не может поэтому у него отсутствует остаточная почвенная активность флуазифоб п-бутил является липофильным соединением проникает через кутикулу и попадает в листья достаточно быстро действуют только на злаковые растения ткань сорняков после обработки желтеет то есть мы видим симптомы хлороза а позже становится коричневой симптомы некрозов и отмирают молодые листья в точке роста уже спустя 10-14 дней после нанесения симптомы развиваются довольно таки медленно на данном слайде видны симптомы действия фюзелат форте на надземную часть и корневища тростника обыкновенного такие симптомы развивались при использовании максимальной нормы расхода фюзелат форте а именно 2 литра на гектар корневища обычно начинают отмирать уже спустя две недели после обработки и это является отличным результатом эффективности для контроля данного проблем проблемного многолетнего сорняка на данном фото можно видеть симптомы фитотоксичности фюзелат форте в максимальной норме 2 литра на гектар на сои подобная симптоматика в виде мраморности листьев культуры явление чрезвычайно редкое за мою многолетнюю практику был зарегистрирован единственный случай проявления подобных симптомов в очень засушливых и жарких условиях проходит данная симптоматика довольно быстро в течение двух-трех дней без негативного влияния на продуктивность культуры разлагаются орелоксифеноксипропионаты преимущественно под действием микроорганизмов анаэробные условия могут задержать разрушение период распада флуазифоб п-бутила в почве обычно не превышает 15 дней последействия на последующие культуры абсолютно исключено уважаемые коллеги благодарим за внимание